Далее рубрика «Дзюдо от и до». Сегодня выясним, что такое заминка и почему она необходима после тренировок. Рубрику «Дзюдо от и до» представляет сеть народных магазинов «Галамарт». Не дай себя обмануть, покупай дешевле твой «Галамарт». Доброе утро, красотики! Я продолжаю усовершенствовать своя пена и дух, потому что дзюдо – это не только физическая подготовка, еще и философия. Всего различают три вида дзюдо. Спортивное, главный принцип которого – соревновательность. Боевое, отличается использованием запрещенных приемов, а также демонстрационное. Я тут узнала, что оказывается, каждую тренировку нужно еще уметь и правильно заканчивать. Действо – это заминка называется. Заминка необходима для того, чтобы растянуть разогретые мышцы, чтобы они были эластичными и не подвергались травмам. «Мы садимся на шпагаты, по крайней мере стараемся сесть на шпагаты. Бабушку давайте. Мы берем ручки и тянем друг друга. Вот, и она меня тянет. Заминка длится около пяти-десяти минут. Больше всего внимания дзюдоисты уделяют шее. После спортсмены переходят к рукам и спине. На животик ложим, берем ее ручку. Ручку. Вот так вот. Сюда снимаешь. Тянем вот хорошо. Плечико тянем. Потом садимся к ней. Начинаем тянуть. Ладочку тянуть. Только в Свердловской области дзюдо сейчас занимается порядка пяти тысяч человек. Чтобы этот вид спорта развивался и становился более популярным, в 2011 году была создана Федерация дзюдо «Урал и Западная Сибирь». Она объединяет шесть областей. Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская, Ханты-Мансийский и Ямана-Ненинский автономный округа. Цель и задача Федерации, они простые. Объединить всех в одну структуру. У нас есть опыт выезда на соревнования на открытые всероссийские турниры. Мы ездили командой. У нас есть опыт проведения сборов с выездом. В следующей серии я все вам поведаю о пользе ОФП – общефизической подготовки. Федерация дзюдо «Урал и Западная Сибирь» благодарит детско-юношескую спортивную школу «Виктория» за предоставление зала для съемок. «Утренний экспресс» – день начинается с нами.